Комсомольская правда Комсомольская правда в течение следующей недели Ну а я, ведущая радиостанции Комсомольская правда Елена Афонина Обязательно расскажу об основных моментах Нашей сегодняшней дискуссии Ну и поскольку сегодня Деловая пятница, как всегда, транслируется В онлайн режиме В Ютубе, Фейсбуке и Вконтакте Любой зритель может задать присутствующим спикерам Вопросы, которые необходимо Оставлять в комментариях И я также сделаю все, чтобы спикеры На эти вопросы ответили Сегодня в нашей деловой пятнице Принимают участие психолог-консультант Руководитель психологической интернет-службы Детского телефона доверия Директор направления социальных проектов Компании искусство тренинга Светлана Шевченко Светлана, здравствуйте Здравствуйте Также сегодня с нами руководитель Пресс-службы президентской платформы Россия, страна возможностей Сергей Коляда Сергей, приветствую вас Доброе утро всем Здравствуйте Надеюсь на плодотворную дискуссию Также с нами специалист по маркетингу Блогер Макс Белоусов Макс, здравствуйте Всем привет С нами блогер и журналист Анастасия Нарциссова Анастасия, доброго дня вам Здравствуйте Здравствуйте Кандидат медицинских наук Главный врач Врач-психиатр Психотерапевт Центра семейной реабилитации Рехаб-фэмили Максим Гришин Максим Эдуардович Здравствуйте Здравствуйте И также я приветствую Директора по работе С органами государственной власти В ЦОМ Кирилла Родина Кирилл Приветствую вас Между нами тогда И в интернете Тоже все будет спокойно Это моя личная точка зрения Спасибо, надеюсь, было полезно Он готов отвечать на вопросы Светлана, спасибо Хотел бы дать комментарий Уже у маркетолога и блогера Макса Белоусова Макс, пожалуйста, вам слово Да, здравствуйте Уважаемые коллеги, зрители Меня зовут Макс Я занимаюсь маркетингом Уже порядка 10 лет И хотел дать комментарий Спикеру Который сейчас вот рассказывал Про гипербуллинг И что делать детям Мне кажется, что самый лучший вариант Развития событий в данной ситуации Это просто, если, скажем Это произошло в ВКонтакте Угрозы Либо распространение личной информации Либо публикация каких-то фотографий То просто написать в поддержку ВКонтакте Это самый быстрый вариант Решения данной проблемы Потому что ребенок Вряд ли будет задумываться о том Что нужно позвонить на горячей линии Повисеть там 20 минут Пока его переключат туда-сюда Самое быстрое Это просто написать в поддержку ВКонтакте Ссылочка везде есть Гиперссылка Поддержка ВКонтакте Нажимает ребенок Туда пишет Тем более, что дети Сейчас с планшетами Уже, грубо говоря, с 5 лет Поэтому самый быстрый вариант Мне кажется Я как эксперт говорю По маркетингу Это просто написать В той социальной сети Которой вы пользуетесь То же самое в Фейсбуке В Инстаграме Они все очень следят за атаками Кибербуллингом Например, в Инстаграме Можно быстро пожаловаться на комментарий Его тут же удаляют Если там есть матерные слова Если там есть угрозы Насилие Там, не знаю Там порно-контент Или так далее Поэтому вот такой комментарий Быстренький дал У меня тоже вопрос к Светлане Если у наших спикеров Есть вопросы К эксперту Милости просим Светлана, скажите, пожалуйста Вот вы предлагаете Делать скрин Вы предлагаете Соответственно Идти этим путем Но мы знаем Насколько К сожалению Этот путь долгий Но я вижу Что есть комментарии У Макса Белоусова Да, вот он тоже хочет Присоединиться к этой дискуссии И там уже у нас От нашей аудитории Дут вопросы к Светлане Поэтому, Макс Давайте вопрос ваш И потом Тогда мы переходим К диалогу со Светланой Пожалуйста Что вы хотели спросить Уточните Да, пожалуйста Да, вот Согласен полностью С Анастасией Очень правильные вещи Говорите И я хотел добавить То, что В силу того Что я Часто выступаю Там с темой Психологии маркетинга Вот И пытаюсь понять Психологию клиентов В социальных сетях Кибербуллинг Похож на изнасилование Да, то есть Таким прямым текстом Говорю Потому что Когда человека Выворачивают Там личную информацию Когда там Фотографии там Личные какие-то Либо Не дай бог Там голое тело Это похоже Именно вот С точки зрения Влияния на подростка Как на изнасилование Вряд ли Человек в состоянии Изнасилования Ребенок Да, там подросток Будет думать О В таком состоянии О какой-то там Онлайн поддержке Психологи И так далее Первое, что он сделает Скорее всего Это попытается Как правильно Анастасия сказала Найти пример Похожей ситуации Там у блогера Знакомого Причем того же возраста Потому что Как правило Подростки доверяют Именно тем Кто в их поле Так сказать Информационном Находится То есть не взрослым Да, там не каким-то Специалистом Дядьком Там с бородами Там и психологом А таким же подросткам Как и они Но просто чуть более популярным Но при этом Эти чуть более популярные подростки Не факт, что с этим сталкивались Возможно Они просто хайпят на этой теме И могут увести ребенка Не в ту степь Соответственно Тоже интересный вопрос Как контролировать это Я это расскажу Конечно Да, вот Когда будет мой блог Вот Соответственно Вопрос Да К Анастасии И к Светлане Как вы думаете Вот в состоянии Вот такого вот Киберизнасилования Как можно На автоматическом Режиме Подростку Объяснить Что ему нужно Грубо говоря Там как Вот знаете Когда что-то происходит Звонить 112 На мобильном То есть мы это До автоматизма довели Как подростку донести Что нужно до автоматизма Там вот Если с тобой что-то произошло Там куда-то что-то делать Вот как Как ему донести Эту информацию Да Может быть Какие-то там Буклеты делать Я не знаю В школе рассказывать Анастасия Светлана Кто готов ответить Ну я готова Давайте Светлана Давайте Максим Спасибо большое Вы прям действительно Добавляете Нашему обсуждению Такие важные Реалистичные нотки Первое что хочу сказать Что конечно Абсолютно согласна Что когда с подростком Это происходит У него нету Такого осознанного Поведенческого алгоритма Так Меня социально Изнасиловали Так надо Звонить туда Конечно Так не происходит И затем Такую квинтэссенцию Того о чем мы говорили Обязательно В течение недели На радиостанции Комсомольская правда Я донесу До нашей многомиллионной Аудитории Но просто напомню Что среди наших экспертов Сегодня и кандидат Медицинских наук Главный врач Центра семейной реабилитации Рехаб фэмили И маркетолог Макс Белоусов И руководитель Пресс-службы Президентской платформы Россия страна возможностей Сергей Коляда Спасибо Сергей И я вот сейчас Хочу обратиться К маркетологу Максу Белоусову Со следующим вопросом Макс скажите пожалуйста Вот как по вашему мнению Мы сейчас говорим О кибербуллинге Об этой проблеме Именно как о проблеме А может быть Это современный тренд На котором Некоторые Очень хорошо Зарабатывают Кто-то зарабатывает Себе очки Кто-то зарабатывает Себе лайки А кто-то может быть Зарабатывает Вполне реальные Финансовые Средства Вот можно ли Продать Агрессию В интернете Пожалуйста Да Здравствуйте Еще раз Представляюсь Меня зовут Макс Занимаюсь Маркетингом Порядка 10 лет И по опыту работы Имел большое количество Итераций Рабочих С блогерами Вот И недавно Произошла такая Интересная ситуация Когда Есть такая Блогерша Знаменитая Да У которой Там несколько миллионов Подписчиков В инстаграме В телеграме И она Выложила фотографии Вибратора Да То есть Как бы Такое Средство Удовлетворения Так скажем Да Вот И я на это Отреагировал Говорил Как же так У тебя же читают дети Причем Причем Проанализировав Ее статистику Социальной сети Инстаграм Было видно Что ее читатели От 13 до 17 лет Порядка Ну если суммарно Это 400 тысяч человек То есть 400 тысяч подписчиков До 17 лет Считают ее И видят Эту фотографию Я говорю Как же так Почему ты не контролируешь Как бы Свою публикацию На что она мне Показала средний палец И сказала Я делаю что хочу Это моя аудитория Я ее собрала Как бы И я соответственно Вот Так выражаю себя Вот Если говорить про Как раз Контроль СМИ То необходимо Это делать Как минимум Хотя бы просто рейтингом Потому что Если мы продаем Скажем Я занимался Продвижением Blackstar Артистов Спикеров Достаточно известных Тони Робот В олимпийском Там есть Такое правило 18 плюс Если скажем Мы что-то рекламируем То мы должны Ставить маркер В кино В музыке Неважно Мы ставим маркер В инстаграме Этого нет То есть В инстаграме Любой человек Имеющий деньги Имеющий ресурс Связи Знакомых блогеров Который нарастил себе Многомиллионную аудиторию Может постить Что угодно И только инстаграм Может блокировать Скажем За Голое тело Но это Автоматические алгоритмы Там не сидит Человек Который контролирует Все это Который анализирует Что происходит В этой сети Там только алгоритмы И алгоритмы Чаще всего ошибаются Соответственно Вот такая блогерша Выложила Дети ее читают И какой буллинг Произошел Я ей пишу Так нельзя делать Она на меня Натравила свою аудиторию На меня налетели Ее подписчицы И начали уже Меня отравить Ну благо я взрослый человек Как бы Ну я нормально К этому отношусь Но если бы на моем месте Была девочка Которая скажем 14 лет Которая бы сказала Так делать нельзя И такие прецеденты были Понимаете То есть Травили Причем большая аудитория Лояльная к этому блогеру Нападает на эту Бедную девочку Мальчика И что с этой девочкой Мальчикой Потом происходит Вообще непонятно Поэтому Что я сейчас наблюдаю Да Я сейчас специально Когда вот происходила Сегодняшняя дискуссия Проверил цифры Социальная сеть Ютуб Вконтакте Инстаграм Одноклассники Телеграм Суммарно Примерно 100-150 миллионов человек Это аудитория Первого канала Это месячный Это ежемесячный охват Этих социальных сетей Если вместе Посчитать суммарно Да То есть Получается Мы имеем Сейчас тенденцию Того что интернет Это то же самое По охвату Как и телеканалы И у этой блогерши 300 тысяч человек Смотрят ее сторис Сторис Это когда в инстаграм Заходите И вот такие Короткие ролики Просматриваете 300 тысяч человек Смотрят ее 15 секундные ролики Это аудитория Доброго утра Которая смотрит У нас в Москве Понимаете То есть Аудитория телеканала Из передачи Доброе утро Это 179 тысяч человек Если по Москве считать Да Если по всей России Там 4 миллиона А у нее 4 миллиона Суммарно В инстаграме Понимаете То есть одно дело Доброе утро Где как бы Ну Профессиональная команда Где есть определенный цензор Да То есть Не все там говорится И вот блогерша Которая может говорить Что угодно Взять Ивлееву Да Вот очень популярная блогерша Которая в прямом эфире Взяла Выпила шампанское И поехала Отмечать Новую отметку Там Количество подписчиков В социальности инстаграм И у нее спрашивают А почему ты пьешь за рулем Она говорит Я отдыхаю Понимаете И она получается Популяризирует Распитие алкогольных напитков За рулем Понимаете И это только два примера Этих примеров куча Знаете Я переболел коронавирусом Да Я человек Который существует И знаете С чем я столкнулся Когда я начал делиться тем Что я болел Я лежал в больнице Я даже делал видео Под капельницей Говорю Ребята Вот Мне тут капельницу делают Мне писали Ты все хайпишь Ты все это придумал Капельницу ты купил Да Знаете Мне делать нечего То есть понимаете Даже вот с такими Казалось бы Глупыми вещами Люди Умудряются Хейтить Гнобить И при этом Я человек подготовлен То есть Я этим долго занимаюсь А если бы был на моем месте другой Обычная Там 15-летняя девочка Какая-нибудь Которая бы Выложила Поделилась Знаете Друзья Я заболела Коронавирусом Я сейчас лечусь Ей бы сказали Фу Ты там пропагандой занимаешься Давайте ее натравим Всем классом Соберемся Сделаем чатик Будем ее там давить Вот с чем мы имеем дело Поэтому я абсолютно За то Что был какой-то ценз Были какие-то Возрастные маркировки Кто-то Чтобы должен был Это контролировать Хоть хотя бы минимально Хотя бы социальные сети Чтобы это контролировали Вот Но Вы знаете Я могу Да Спасибо огромное На это сказать следующее Вот и обратиться С этим вопросом Ко всем нашим спикерам Вот уважаемые эксперты Я понимаю Что еще не высказался Максим Гришин Но мы сейчас к нему Обязательно перейдем К Максиму Эдуардовичу У меня вопрос следующий Вот в общественной палате Предложили ужесточить наказание За оскорбление И травлю в интернете Вот скажите пожалуйста У кого-то из вас Наши уважаемые Гости и эксперты Есть пример того Есть пример того Как человек Который устроил травлю В интернете Был реально наказан И если да То каким образом И если да То кто об этом узнал Пожалуйста Или мы сейчас говорим О том Что проблема есть Решение пока не существует Кто готов ответить Дайте мне сигнал Я обращусь К такому спикеру Так Ну судя по всему Я вижу что Никто не готов Отвечать Да Макс Пожалуйста Макс Белоусов Да Пожалуйста Да Были такие прецеденты Когда действительно Наказывали людей Но при этом Должна быть поддержка СМИ То есть Если есть поддержка СМИ Если данный человек Которого Грубо говоря Забулили в интернете Зачмырили Так скажем Да Простым языком Он обращается Скажем В какой-нибудь СМИ То есть Журнал Портал новостной И это Журналисты Начинают раздувать То естественно К этому Привлекается Большое количество Охвата И социальный служеб Тоже это видит Там Государство Да На это как-то реагирует Соответственно Естественно Принимаются меры Но Опять же Я приведу свой пример Там В силу того Что я часто выступаю Как спикер Есть неадекватные люди Которые пишут мне Социальные сети Мне писали угрозы Я пошел в полицию Я сказал Вот пожалуйста Вот как сказали Там Светлана Скриншот Я принес скриншот Мне сказали Ты это нарисовал В фотошопе Я говорю А что мне сделал Чтобы доказать Что это не фотошоп Иди нотариально заверь Окей Как правильно Елена сказала 2000 рублей Заверения нотариуса Хорошо заверю Прихожу Мне говорят Когда за тобой С ножом будут бежать Вот тогда приходи А так это просто Комментарии в интернете Ты что маленький что ли Вот как мне отвечает Взрослому мужику Да На такие вот угрозы А что говорить Про детей Или подростков Поэтому Естественно Такие прецеденты были Я сейчас имена Называть не буду Но это были Мои знакомые Знакомые Знакомых Если нужно Могу скинуть Но опять же Это в силу того Что была аудитория Была возможность Написать журналистам Которые это поддержали И только тогда Принимаются Какие-то меры Ну вот это практически Да Максим Спасибо То же самое О чем говорил Сергей Коляда Да вот Сергей Насколько я помню Вы как раз и говорили Что чем громче Раздувается Этот скандал Чем больше Людей о нем узнают Тем соответственно Больше возможностей Хоть как-то На эту ситуацию Повлиять Ну сколько таких людей Доводят эту ситуацию До максимального скандала Ведь на каждое Такое сообщение На каждого Обиженного подростка Извините меня В СМИ Не хватит Печатных страниц И в радио Не хватит Радиоэфира У вас есть примеры Когда реально Кто-то Понес наказание За кибербуллинг И с тем же вопросом Я хочу Все спасибо Да Макс Белоусов Я вижу Готов Дополнить что-то Пожалуйста Да Хотел дать комментарий Что в итоге делать Если с вами Произошла такая ситуация Или с вашим ребенком Понятно что не у всех Есть возможность Привлечь СМИ Первое что я советую И советую своим клиентам С которыми я работаю Если идут негативные комментарии Это Отвечать юмором Потому что первое Что хочет Буллер То есть человек Который негативно Пишет комментарии Это Выставить вашу энергию Да И чтобы на него Обратили внимание То есть если С психологической точки зрения Это анализировать Это чувство собственной важности Да То есть подогреть То что я молодец Я лучше чем ты Особенно если это пишется Какому-то ребенку Который лучше чем он Он ему завидует И соответственно Если ребенок отвечает Он с ним Выходит на одну плоскость А не надо спускаться То есть надо К этому с юмором И если человек понимает Что человек это вообще Никак не задевает То буллер Негатив прекращает То есть у него нет смысла Дальше это продолжать Второй комментарий Который хотел дать Это мы сегодня говорили Про плоскость ребенок-родитель Я считаю Что кибербуллинг Должен решаться Прежде всего в плоскости Ребенок-ребенок Подросток-подросток Объясню Была ситуация Когда мы с девушкой Шли по улице Вечером И была девушка Ну лет 17 Те, которая Извините Там Ну Ее выворачивала Она напилась Очень сильно Мы вызвали скорую Потому что Фиг знает Что с ней Может она Не знаю Там напилась А может она Под наркотиками Потому что она Ну была не в себе Мы вызвали скорую И она не согласилась На скорую помощь Она убежала Потому что она боялась Что скажет мама При этом Ей необходима была Эта поддержка И соответственно Если бы был подросток Которому она доверяет То она бы согласилась На эту помощь Соответственно Резюмируя Нужно обучать Не родителей Что делать При случае кибербуллинга А таких же подростков И говорит То что Если вы заметили Что у вашего друга Подруги В классе Там не знаю В университете В школе Какая-то проблема Подойдите И поговорите с ней Потому что Прежде всего Дети доверяют детям Подростки доверяют подросткам Поэтому нужно Не родителям Пытаться Навязать Идите Регистрируйтесь Контролируйте Ваших бедных детей Подростков Тема очень интересная Но поскольку Мы понимаем Что если Мы говорим Об освоении Интернет-площадки То как-то Наша страна Чуть-чуть Немножечко Подзапоздала По сравнению С другими Странами Например Той же Америкой Поэтому может быть Там уже решена Проблема кибербуллинга Или например В той же Великобритании Или в Германии Может быть нам посмотреть На опыт Других стран С этим вопросом Я хочу обратиться И к Максу Белоусову И к Светлане Шевченко Потому что я вижу Что они оба Уже тут переписываются По этому поводу В нашем внутреннем чате Макс Пожалуйста Вам слово Светлана Потом вам Да Хотел дать комментарий То что В силу того Что у меня есть Некоторые проекты Которые ведутся За рубежом По продвижению Скажем В Америке Я вот общался С представителями Там Там Владельцев Инстаграмов Социальности Фейсбук И так далее Там Твиттер Они пишут Что на самом деле Вот если сравнивать С Россией То там нет Такого жесткого Буллинга И негатива В плане Там скажем Даже если говорить Про когда люди Хвастаются Своими покупками Когда они рассказывают Про свои результаты Скажем У нас в России Если ты купил Дорогую машину То обязательно Это либо ты украл Либо ты кого-то обманул И тут скорее Можно говорить Именно про уровень Сознания общества Потому что у нас Не принято хвастаться Это плохо Если кто-то заработал Обязательно Это где-то что-то украл Наворовал Либо как-то нечестно Это сделал В Америке же Если ты купил Ламборджини Предположим То тебя похвалят Скажут Молодец Кайф Круто Класс Как ты это сделал Расскажи То есть даже уровень Сознания Общества Я немножко так вот Расширил тематику Влияет на буллинг Что такое буллинг Если говорить Про интернет По сути Это высказывание Негативной эмоции Это как знаете Отдушина Потому что Если говорить Скажем про концерты Вот я когда был Когда был 15 лет Я активно ходил На концерты Рок-групп И там было Очень много молодежи Которая выплескивала Там свой негатив И интернет Стал для нас Площадкой Выплескивания И так как мы говорим Про подростков У подростков Очень много энергии Очень много комплексов И это все Они должны Куда-то выплескивать А интернет Позволяет это делать Потому что В лицо Ты человеку Вряд ли это скажешь А когда у тебя есть Завуалированный Какой-то аккаунт В инстаграм Причем все эти булли Они же пишут С левых аккаунтов Они не пишут С своих настоящих Чтобы их нашли И грубо говоря Им надавали Жизнь Они это пишут С фейковых аккаунтов Поэтому мне кажется Что буллинг Когда был Есть и будет Просто нужно Повышать уровень Сознания Людей То есть нужно Объяснять людям Что в интернете Это не классно Это не круто И прежде всего Это должны Как правильно сегодня сказали Делать белые блогеры То есть как вот Сказал Сергей Правильно То что нужно Поддерживать Белых блогеров Которые Ну грубо говоря Это все будут Освещать Я говорю Что ребят Вместо того Чтобы травить Вы лучше Поддержите Человека Который Скажем Вот выложил Видео Спел там Песню Спел плохо Но он же начал Он же В Америке Очень любят Шоу Таланты Голос Либо где Показывают Дети Какие-то свои Наработки Танцы Пение И так далее Там их поддерживают Потому что они понимают Что это круто Это классно Американская мечта American Dream У нас же в России Ребенок вышел Спел Если не попал Там хотя бы В одну ноту Все Его затравят В ютюбе То есть из него Сделают посмешище Вот поэтому Я вот немножко Так вот расширил Да И передаю слово Светлане Да вот она Тоже интересную Идею говорит То что в Германии Даже уже есть Уголовная административная Ответственность За кибербуллинг Да Уважаемые участники Я знаете Хочу сейчас Может быть Парадоксально Парадоксально Высказывать Что у кибербуллинга Есть один Действительно Несомненный плюс Что то количество Неотреагированных Агрессий Которые подростки В себе держат Выражают в интернете Является таким Хорошим ресурсом Для того Чтобы они не пошли И не стали Расстреливать всех в школе Именно поэтому Говорили Это очень важно Для нашей аудитории И пожалуйста Ну давайте Да вот я вижу Что Макс Белоусов Готов Макс Белоусов Специалист по маркетингу Блогер Макс Минута ваша Пожалуйста Хочу сказать Обращаясь к родителям Которые слушают Данный эфир То что Конечно же Это неприятно Что над вашим ребенком Могут там Издеваться Там Либо там Он ловит негатив От своих сверстников Но Это этап Взросления Не надо Думать Что это что-то Сверхъестественное Потому что Назад В школе Сейчас Над ним Издеваются В интернете Как бы Ну В любом случае Издевательства будут Потому что Мы люди социальные Мы хомо-социал Мы давно уже Не хомо-сапиенс И мы люди Социальные И мы являемся Частью общества И в любом случае Будут белые вороны Будут люди Которые там Толстые Худые Высокие Там низкие И дети Это очень такая Знаете Конкурентная среда Поэтому К этому нужно Относиться Прежде всего Нормально Второе Естественно Нужно пытаться Ребенку объяснить То что он может Вам доверять Но не надо Его контролировать Вот И по поводу Америки Ну понятно Что Америка Как бы Мы за Америкой Все время Пытаемся догнаться Потому что Мы там На 20-30 лет Ее немножко Там Не догоняем Крубо говоря Да То есть в Америке Могут посадить Даже заскаченный фильм То есть у них вообще В принципе нельзя Там пользоваться Там Программами Сервисами По скачке фильмов Сериалов музыки У них это Очень все строго У нас же в России Пожалуйста Зашел Скачал фильмы Сериалы Смотри что хочешь То же самое И с кибербуллингом Понятное дело Что мы делаем Только первые шаги В сторону этого Но опять же Естественно Там Согласен Со всеми спикерами Которые сегодня Говорили о том Что естественно Нужно начинать Прежде всего С себя То есть ответственность Нужно брать на себя Если вы родители Возьмите ответственность На себя За это Если вы ребенок Подросток Это слышите И вы с этим Сталкивались Подумайте А возможно Вы как-то Это спровоцировали И попытайтесь Это сминимизировать То есть не надо Вступать в открытую конфронтацию Относитесь ко всему С юмором И Удачи всем Надеюсь Что вам Сегодняшний эфир Реально поможет Как-то Спасибо Я обращаюсь Теперь к Руководителю Пресс-службы Президентской платформы Россия Страна возможностей Сергей Каледа Сергей Ваш итог Нашей сегодняшней встречи Пожалуйста